ПОДГОТОВКА Евангелие от Луки, 22 глава, с 1 по 13 стих. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, 1 из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального Агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими, и он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Размышления, часть первая. Берегите свою любовь к Богу. Евангелие от Луки, 22 глава, с 1 по 6 стих. Приближается Пасха, и религиозные лидеры ищут возможности убить Иисуса. Но он слишком популярен у толпы, чтобы его просто так захватить и избавиться от него. Согласившись предать Иисуса, Иуда впускает сатану в свое сердце и позволяет тому использовать себя. Каждому верующему надо проявлять бдительность, чтобы не стать инструментом врага. Как только мы начинаем любить мир, наша любовь к Богу остывает, и не успели оглянуться, как мы уже стоим на опасном пути компромисса. Нам нужно постоянно просить Святого Духа подпитывать нашу любовь к Иисусу, чтобы искушение не оказалось сильнее нас. Что охлаждает вашу любовь к Иисусу? Как вы можете заново ее разжигать? Впереди пасхальный ужин, последний, который Иисус разделит с учениками. И он распоряжается о подготовке специального места, где сможет вечерять с ними. Верхние комнаты обычно просторнее, чем те, что расположены на первом этаже. Поэтому они лучше подходят для большого собрания. И Иисус знает человека, у которого есть такое помещение, и который будет рад принять его с учениками на ужин. Имя Хозяина нигде в Библии не упомянуто, но мы видим, что он сыграл важную роль в историю спасения. Давайте и мы будем всегда готовы предоставить свое имение для служения Иисусу. Даже если это придется сделать анонимно, главное то, что о нас знает Господь, и что мы смогли послужить Ему. Как Бог призывает вас служить Ему? Что мотивирует вас на служение Господу? Молитва. Отец Небесный, благодарю Тебя за возможность служить Тебе. Молюсь о том, что я мог во всем Тебе угождать, а не искать признания людей. Да будешь только Ты прославлен во мне и через меня. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok